Встречная полоса. Профилактическое мероприятие под таким названием провело 24 марта в Тверской области региональное управление ГИБДД. Его цель – предотвращение одного из самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которое нередко имеет очень тяжкие последствия. Всем памятно страшное ДТП, которое произошло на Старецком шоссе по Тверию утром 5 октября 2018 года. Тогда микроавтобус, ехавший в областной центр, выехал на встречную полосу и врезался в другой автобус. На месте погибли 12 пассажиров маршрутки, а также сам водитель. Вот почему, отмечают в ГИБДД, санкции за пересечение сплошной полосы очень строгие. По решению суда будет назначена административная ответственность в виде штрафа административного 5000 рублей, либо лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторно там уже вплоть до уголовной ответственности. Среди мер по профилактике такого рода нарушений являются операции «Встречная полоса». Одна из них прошла 24 марта, как раз на Старецком шоссе. В ней приняли участие две машины. Первая из них, кстати, не имеет опознавательных знаков ГИБДД, что разрешено законодательством. Сидящие в ней госавтоинспекторы ведут наблюдение за дорогой. Как только на шоссе появляется нарушитель, все тут же фиксируется на камеру, а информация передается другому экипажу, стоящему позади, в одном-двух километрах. Там уже тормозят автомобиль, выехавший навстречу. Кстати, в данном случае его водитель даже после просмотра видеозаписи пошел, что называется, в отказ. Я не согласен с нарушением. А почему не согласен? Скажите, пожалуйста. Я там ничего вообще не понимаю, ни моя машина, ни я обгонял, ничего не понятно, когда это, где это. Так что поэтому не согласен с нарушением. То есть вы считаете, на записи это не ваша машина? Я считаю, что вообще там ничего не понятно. Чья там машина? Что за машина? В дальнейшем этот молодой человек продолжал гнуть свою линию, отказываясь даже подписывать протокол. Зря он это сделал, прокомментировали нам сотрудники ГАИ. Судья обязательно учтет это при рассмотрении дела. Ведь в любом случае, как протоколы, так и, что самое главное, видеозапись будут переданы в суд, который и решит, кто был за рулем и что за машина совершила столь опасный обгон. Продолжение следует...